здравствуйте дорогие мои друзья сегодня такую тему хочу поднять как договора и контракты с какими-то потусторонними силами скажите вообще с чего это вообще такого не бывает какие-то контракты что кто-то там придет к вам и вы там крою сделайте надпись что я там обязуюсь служить каким-то силам они мне за это значит зарплату ну либо какие-то льготы герда охраняет мой какой-то человек в маске проходил мимо и она не восприняла его как вас прямо как некую угрозу ну что же делать человек в маске угроза ли это или нет но друзья мои контракты многие люди практикующие сталкиваются с этим достигая определенного уровня ну своей энергетики очищая свою энергетику приобретая какие-то способности к вам возможно будут подкатывать подкатывать агенты сил зла ну хотя может быть и не зла кто его знает ну в общем-то вам могут начать предлагать какие-то условия помогать какие-то знания мы вам мы тебе дадим знания подсказывать во сне или наяву помогать как бы корректировать ваше поведение даже благоприятно то есть примеру что-то в вашей жизни должно произойти он говорит там ну вот этого не делай или это делай и вы сделали это или не сделали и потом появилась вот вот действительно правильно и вы как бы подсаживаетесь на это вы уже начинаете слушать этот голос один раз правильно второй раз третий раз четвертый правильно ну вы думаете о я наверное особенный я наверное вообще такой полен классный парень или девушка что я избранный мне духи ангелы с небес подсказывают ведут меня с этим надо быть осторожным это не значит что не надо слушаться там оценивайте оценивайте через свою душу это может могут быть и подсказки вашей души но когда явно вашем вашем сознании начинать говорить какой-то голос говорит делай так как я тебе говорю вот что-то такое вот менторское учительское ну будьте осторожны потому что в конце концов с вас могут потребовать плату они как бы подсаживают вас на это подпитывают вашу гордыню говорит ага давай ты можешь сделать это ты же талант ты же талантливый человек ты же избранный мы поможем и тебе это и сделаешь и они могут за за заманить заманить вас ловушку потом уже когда вам будет вы уже вляпнуть вляпайтесь туда когда вы уже привыкнете к этому ощущению как бы такой таинственности всемогущества что вы что-то знаете что другие не знают примеру вам эти голоса будут подсказывать о каком-то человеке говорить а вот у него случится это скажи ему это ну то есть даже то что будет в помощь потом может быть во вред и вы уже привыкаете к этому ощущению и без него вы не можете это превращается как бы в вашу силу вы чувствуете что это не вы что вы как избранный и вокруг вас значит вот это вот вам помогает какие-то какие-то духи вы посланец этих духов хорошо в этом если вы сумеете удержать свою душу многие святые люди они также 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 ощущали какие-то божественные голоса или может быть демонический кто его знает когда-то слушались когда-то не слушались но всегда оценивали это критически потому что следующий этап эти сущности могут потребовать от вас уже уже чего-то примеру принести кого-то в жертву сказать вот там не знаю там что-то что-то совершенно там вот это кинь этого котенка в огонь пример скажет это будет полезно то есть это вот жертва духом вплоть до таких вещей или еще что-то сделали по может быть менее жестокие вещи там ты должен там или должна расстаться со своими ну со своим ну женихом там или мужчина с невестой потому что она тебе не подходит она не заслуживает она там это влияет на тебя плохо и вы как бы начинаете уже свою жизнь корректировать убирать из своей жизни там а если деструктивные вещи там ну откажись от своих друзей от своих родственников от своих детей потому что ты же избранный то есть хитрости они примерно все одинаковые вот эти схемы бесы работают в общем-то по инструкциям как и правоохранительные органы у них есть инструкции они шарашит есть конечно талантливые бесы но обычно все это происходит по схеме сначала вас заманивают сладким пряником а потом уже когда вы вляпались когда вы начали делать вещи деструктивные примеру влиять на кого-то скажут ты можешь вот этого там проклясть своим проклятием то есть они вас ведут к этому вы как бы наказываете плохих защищаете хороших но если это не ваше это не ваша сила вам кажется что это уже ваша сила в какой-то момент они могут вас в какой-то момент бросить то есть как они примеру ну вот люди которые совершат преступления не часто тоже одержимы бесами те поддерживают в них ощущение вот этой избранности и даже в какой-то момент там они совершают какие-то преступления это преступление стану не не видны и человек чувствует я всемогущий за мной стоит это я могу там что-то такое даже совершать но я имею на это право потому что вам говорят что вы имеете право а потом в какой-то момент вас просто сдают они просто когда они просто уходят и человек оказывает окажется а я а я а уже в этом в тюрьме или еще хуже что то такое или в этом больные или вы совершили какие какой-то грязь и за нее надо отвечать может быть не перед ними но перед своей душой то есть бесы всегда вас кинут по-любому даже если доведут вас до конца если вы будете им полезны они будут через вас влиять на пространство скачивать энергию страданий из людей которые приближаются к вам даже убивать их ну вот энергии убивать а потом они уйдут и вытянут вашу душу тоже поэтому надо уметь общаться с бесами ну если они к вам приходят если вы подошли до такого этапа делать это корректно вежливо спокойно хотите что-то показать рассказать рассказывайте но это не мое это вы мне предлагаете я это уже через свою душу смотрю да нет как мне это по моей ли душе вот то что то что вы предлагаете или нет понятное дело что можно все равно в ловушку попасть абсолютно точно то есть когда душа незрелая вы не не работаете а как бы действуйте все я все могу не поддерживайте не тренируйте свой уровень не приобретайте собственные знания не чужие тогда вас вас могут все равно объегорить вы будете там осторожничать они подведут вас через близких через знакомых через обстоятельства вашей жизни все равно могут вас хлопнуть но это божественная игра и бесы и демоны тоже здесь как говорится на то и этот но они охотники они хищники в этом плане и они пожирают нас наши души если мы вдумчивы и осторожно и осознанно подходим ко всему спокойно вежливо может быть несколько с иронией даже к самим себе и не воспринимаем что-то вот как величие не не это можем оценить свою гордыню как бы в какой-то момент снять напряжение сказать ну так что-то у меня выходит но на самом деле дури не дури там все это сейчас есть а завтра нету так что друзья мои на каком-то периоде вам могут предлагать вот эти контракты я вам советую не вестись на них а может быть добывать вот свои знания не торопясь по крупице но они будут ваши они вот не вот эти так сказать кредитные заемные деньги которые вам дадут возьмутся вас там в десять раз больше и вы окажетесь часто разбитого карта не имея ничего своего все дорогие мои пока счастливо